МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После долгого перерыва в центре внимания снова в эфире. С вами Евгений Симкин. Будем подводить итоги уходящей недели, а самым главным прямо сейчас. Донецкой и Луганской республики, Запорожье и Херсонщина теперь официально Россия, большая страна, раздвигает границы. Вхождение в состав РФ и четырех новых регионов приветствовали во множестве городов. Из Москвы и Саранска наш большой репортаж. Частичная мобилизация, как она проходит в Мордовии, какая атмосфера царит военкоматах, как проявляет себя гражданское общество в новой реальности. Наши журналисты всю неделю провожали мобилизованных к местам обучения и боевого слаживания. Герои, которые должны вернуться живыми в центре внимания. Расследование дела Алексея Меркушкина завершено. Почему его все равно оставили под стражей почти до Нового года? И кто решил, что знакомится с материалами дела, он может только в СИЗО. История давления и беззакония продолжается, подробности последуют. Герой нашего времени, руководитель Рамаданова Сахара Александр Атласов награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Как история Сахарного завода стала историей жизни и чем живет предприятие сейчас. Худсовет закончился. Мордовия впервые приняла новый межрегиональный театральный фестиваль. Как создать спектакль без профессиональных актеров, сценаристов и режиссера. И чем помог худсовет местным театральным деятелям. Историческая неделя. В состав России в пятницу вошли сразу четыре новых региона. Это Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Люди, живущие на этих территориях, однозначно высказались «за» при рекордных результатах. Исторические договоры подписаны. Впереди процесс интеграции и восстановления. В историческую пятницу по всей России прошли торжественные митинги. И в Саранске люди пришли к памятнику навеки с Россией. И это тоже весьма символично. Евгений Волков о новой географии большой страны. Это воля миллионов людей. Так Владимир Путин охарактеризовал вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В этих четырех регионах подведены итоги референдумов и мнений населения однозначно. Люди желают жить в едином государстве. Это неотъемлемое право людей. Оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков. Те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались румянцев, суворов и ушаков. Основывали новые города Екатерина II и Потемкин. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны. Президент подчеркнул, что в России всегда будут помнить героев русской весны. Тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине. Всех, кто погиб за право говорить на родном языке. Сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить. Это воины Донбасса, мученики Одесской хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом. Здесь же, в Георгиевском зале Кремля, состоялась церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации. А в Саранске 30 сентября прошел митинг в поддержку итогов референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Вот как местные жители встретили новость о появлении четырех новых регионов в стране. Мероприятие очень важное, нужное, проходит действительно исторические мгновения нашей истории. И, на мой взгляд, атмосферное мероприятие продемонстрировало единодушие общества перед общими проблемами, перед глобальными вопросами. И самое главное, что сегодня было на этом мероприятии, то, что мы вместе, мы едины, а когда у нас есть единство, то в итоге мы можем прийти к нашей общей победе. Какие ощущения? Мы должны знать, я так понимаю, что Луганск, Донецк, наконец-то наступит мир в Херсоне, вот, и, наконец-то, эти республики, областя вернулись, как Крым, в родную гавань. Мы рады, что там есть русские люди, которые ждут от нас помощи. В этот день в окрестностях памятника навеки с Россией звучала торжественная патриотическая музыка. Многие участники митинга пришли с флагами нашей страны. Народ очень хорошо воспринимает, особенно сейчас, вот, вслушиваются в каждое слово и поддерживают все, и очень хорошо, что вот у нас народ откликается именно вот на патриотику, любит, очень хорошо принимает нас, очень хорошо. По официальным данным, в Саранске на митинг пришли 5000 человек. Своим присутствием они выражали поддержку жителей новых четырех регионов страны. К местному населению со словами благодарности обратилась вынужденная переселенка Ольга Пройдакова. Наконец, через 8 лет мы можем сами решить, с каким государством нам идти одним путем. Присоединение ДНР к Российской Федерации это воссоединение со своей историей, возвращение к своим корням. Мы говорим искреннее спасибо российским военным, которые помогают защитить и отстоять право жителей Дентонбасса на самостоятельное решение своей судьбы. Итоговому событию, вхождению в Россию, предшествовала долгая подготовка масса приложенных усилий. Одно только проведение референдума, в чего стоит. Моле изгиблений жителей четырех регионов проходило в условиях постоянных провокаций и попыток срыва. Со стороны России оказывалось содействие в обеспечении безопасности. Например, актеры Донецкого, Республиканского академического молодежного театра свое мнение о дальнейшей судьбе Донбасса смогли выразить на специально открытом участке в Саранске. Народ Донецкого уже сделал один раз в 2014 году. У нас проводил уже подобный референдум. Мы уже один раз высказались, высказали свою позицию однозначно. И сегодня вторая попытка. Я думаю, что мнение будет единое практически. И результат будет тот же самый, который был в 2014 году референдума. Но итоги, я думаю, что все-таки будут другие. Это проведение референдума. Все-таки мы звенимся куда-то с мертвой точки. Актеры из Макеевки приезжали в Саранск для участия в межрегиональном молодежном театральном фестивале «Худсовет». Гастроли в России в творческом коллективе сравнивают с глотком свежего воздуха. Есть надежда, что это уже скорее все закончится. Вся обстановка на Донбассе, что прекратятся военные действия. И наконец-то мы и весь Донбасс будет жить спокойно в мире. И согласие. И самое главное, чтобы это поскорее все закончилось. Для меня это лично важно, потому что и мои родственники также находятся на территории Украины. И хочется, чтобы и вся земля Донбасса отошла уже конкретно под нашу собственную территорию. В первый же день голосования в Саранске состоялся митинг в поддержку жителей Донецкой, Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Более 5000 человек пришли на площадь тысячелетия. Для них это исторический момент и поддержка миллионов жителей освобожденных территорий. Митинг не планировался заранее, но когда на той стороне идет выбор в непростых условиях, россияне не остались равнодушными. Жители республики поддерживают. Ведь у многих родственники есть. Мы можем просто посмотреть, как беженцев у нас встречают, как им помогают. В наше региональное отделение практически ежедневно люди приходят и получают поддержку. Наши добровольцы работают на тех территориях, помогают, ежедневно людям помогают. Про Донецк, Луганск и про другие территории, в которых притесняется русскоязычное население, и вообще население, которое вышло из стран Советского Союза, а до этого из Российской империи. Ведь их никто не спросил, когда их выводили. И даже наоборот, вопреки их мнению, которое было проявлено в свое время на референдуме о сохранении Советского Союза, вопреки их мнению, страну просто взяли и разделили. В ближайшие годы четырем новым регионам страны предстоит непростой процесс интеграции в общий состав субъектов Федерации. Сложности, конечно, будут. Однако люди, вернувшиеся к своим историческим устокам, уверяют, что их преодолеют, и главное, пройдет это в спокойной обстановке. Евгений Волков, Андрей Просверкин, Павел Толобаев. Программа «В центре внимания». Охранять покои новых россиян и порядок на освобожденных территориях будут мобилизованные. А частичную мобилизацию объявил Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу обозначил количественные рамки 300 тысяч человек. Это порядка 1% от всех, кто сейчас находится в запасе. Частичная мобилизация – это когда призывают не всех, а только людей, полезных в современных боевых реалиях. Не обошлось и без перегибов на местах. Власти на это оперативно отреагировали. Случилось даже несколько отставок. Мобилизация показала состоятельность гражданского общества в стране. Для мобилизованных собирают нужные вещи. И эта инициатива снизу, что особенно ценно и показательно. Людмила Кусерова всю неделю провожал наших ребят в места боевого выслаживания. Последняя неделя сентября в республике прошла под марш в прощании славянки. Мобилизованных со всех районов Мордовии на автобусах отправлялись сначала в Розаевку, оттуда в учебные центры в соседних регионах. Под частичную мобилизацию в Мордовии, как и во всей России, попал 1% от общего числа военнослужащих в запасе. Точная цифра не озвучивается. Призывали только тех, кто в армии получил нужную в современных боевых реалиях военно-учетную специальность или имеет боевой опыт. Первая волна коснулась военнообязанных мужчин в возрасте до 45 лет. Сам служил в Дальнем Востоке, танк и ВСК. Мехлот, наводчик, БТР. Назад дороги нету, бежать мы не собираемся никуда. Служил в 11-й отделе института штурмовой бригады, ОЛАН-УД. Срочную службу закончил, сейчас был в запасе. Но он так понадобился, сразу призвали. Ну вы когда получили повестку? Я ждал ее, потому что когда-нибудь все равно призовут. Страшно? Мехиска, почему-то? Само собой, иногда все равно задумываешься об этом. Но так особо, чтобы не было. Но повестка еще не призыв. Те, кто получил уведомления, сначала проходят медкомиссию. И не одну. Первую в районном военкомате, вторую на общем пункте сбора в Мордовии-Тарузаевка, третью в учебном центре, куда мобилизованных отправляют для боевого слаживания. У каждого спрашивают о жалобах на здоровье, какие есть хронические болезни, какие у человека были операции или серьезные травмы. Военнослужащего в любой момент могут отправить домой по состоянию здоровья. Возникающие вопросы, связанные с отсрочками, обсуждали и на совещании у главы Мордовии. Досадные ошибки возникают, что поделать? В процессе мобилизации есть пресловутый человеческий фактор. Поэтому каждую жалобу нужно рассматривать внимательно и корректно. Я прошу внимательно всех на местах, наших кураторов в районах и особенно руководителей военкоматов исключить даже намеки на хамство и равнодушие. В том числе, когда к вам обращаются родственники и выносывающие. Каждый конкретный случай, по каждому конкретному человеку давайте вместе смотреть. Еще раз я говорю, чтобы у нас правомерность, адекватность и корректность была работой по призыву. Вопросов у мобилизованных и их родственников было действительно много. Только в Мордовии на горячую линию 122 поступило больше 3000 обращений. Разбирали 150 уникальных ситуаций на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны Владимир Путин. Еще раз подчеркну, что в первую очередь нужно призывать тех, кто проходил службу в вооруженных силах России, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, а также дополнительную военную подготовку уникальных для регионов специалистов, многозетных отцов, людей с хроническими заболеваниями и даже тех, кто вышел из призывного возраста, забирать не нужно. Есть и случаи, когда, например, врачей, специалистов, высококлассных специалистов других профессий, причем с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны, и на что они готовы, востребованы, например, в госпиталях, зачисляют мотострелками. Ну зачем? А добровольцев, которые сами без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей и так далее, находят и другие основания. По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней. Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал. На сборный пункт мобилизованные приходят с большими сумками. В них средства гигиены, теплая одежда, спальные мешки и обязательно самые простые кнопочные телефоны без камеры и доступа в интернет. Это правило введено из соображений безопасности военнослужащего. Никто не спорит, все понимают, что идут не в игрушки играть. Честно скажу, что я по-любому еду и по-любому помогу нашей стране. Возьмут, поедем. Без разницы. Надо? Призывают, надо. Горжусь я братом. Честное слово, очень горжусь. Все будет хорошо. Нормальное настроение. Кроме нас больше некому. Все. Кроме нас больше некому. Сразу после объявления о частичной мобилизации в Мордовии выросло число браков. Например, в Розаевке за полторы недели расписались 14 пар. У всех новоиспеченных мужей на руках были повестки. Это еще один шаг на встречу мобилизованным. Им заключить брак можно в день получения уведомления из военкомата. Едут и те, кому повестка не приходила. Добровольцы от Мордовии сами являлись к военкоматам, просили отправить их в Донбасс. Активизировались и волонтеры. В каждом районе республики появились неравнодушные люди, кто собирает и отправляет в военкоматы вещи, которые могут понадобиться мобилизованным в учебных пунктах. Принесли теплые вещи, носки, медикаменты. Все необходимо, от бинтов до антибиотиков. Вот уже несколько дней в городском телеграм-канале Ковылкино обсуждают сбор помощи мобилизованным, которые отправляются или уже служат в Донбассе. Всего за пару часов подписчиков стало больше полутора тысяч. И помощь тоже стала поступать почти сразу. Десятки войлочных стелек, фонарики, запасы медикаментов, теплые вещи, продукты. Волонтеры Наталья Акимова и Елена Игольникова принимают и упаковывают все и отправляют в Саранск. Мы будем стараться отправлять помощь нашим военнослужащим непосредственно на границе, именно нашим, может быть, мордовским военнослужащим. Конечно, для нас лучше отправить, но легче для нас пока по региону, потому что, как непосредственно в Донецк данный бас мы не отправляли, будет, конечно, планируем эту отправку, но для нас пока это тяжело, и будем стараться это выполнить. Волонтерские группы действуют во всех районах Мордовии. При поддержке местных администраций находятся и помещения для хранения коробок. Везде же говорят, что нужна помощь мобилизованным ребятам, что-то не хватает. Может быть, даже если и хватает, то все же лишнего никогда не будет. Бизнес-аром. Мы тоже участвуем в этой акции. Все организации откликнули, все женсоветы. В общем, 54 посылки мы привезли, около 400 килограмм. Всем большое спасибо. Всех жителей Мордовии объединило большое общее дело – поддержать мобилизованных мужчин и добровольцев, которые отправляются в зону боевого соприкосновения. В свою очередь, военнослужащие обещают вернуться живыми и здоровыми. Людмила Кусерова, Светлана Лашина, Наталья Тюрина, Андрей Просвиркин, Евгений Фролкин, Игорь Гангаев. Программа «В центре внимания». Расследование дела Алексея Меркушкина завершено. Сейчас он и защита знакомятся со всеми материалами. Скажу сразу, нашлись такие факты, от которых волосы на голове шевелятся, от абсурдности этих самых материалов. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. О том, что творило и творит обвинение прямо сейчас. Абсурд главный. Алексей остается в СИЗО до 28 декабря. Суд и следствие будто одну песню поют. Кстати, снимать в Верховном суде нашего журналиста можно было только тогда, когда в зале нет судьи. Интересная деталь, правда? Итак, почти полтора года Алексей Меркушкин находится за решеткой. По российским законам, такой срок требует экстраординарных причин, обоснованных бронебойными доказательствами. Есть ли они у следствия? Судя по баталиям, которые разворачиваются в ходе заседаний, у следствия на Меркушкина нет ничего. Как все происходило? В мае прошлого года Алексей Меркушкин собирается ехать в Минск на деловые переговоры по развитию Ичалковского сыродельного комбината. У него на руках билеты туда и обратно, бронеотеля в центре Минска. В Беларуси его ждут представители крупных компаний молочной отрасли. Чего у Алексея нет? Шенгенская виза, счетов и недвижимости за рубежом и намерение бежать из страны. Скажу больше, что тогда из-за пандемии, что сейчас из-за других причин. Практически ни у кого из россиян не было и нет возможности пересечь границу Евросоюза. Казалось бы, все ясно как белый день, но следствию все это неинтересно. Им интересно устроить громкое задержание в аэропорту ради громких желтых заголовков. Еще одна интересная деталь. На последнем заседании адвокат поинтересовался у следователя. Почему не направили запрос в Белавиа, чтобы раз навсегда закрыть вопрос с обратным билетом, который Алексея был, а следствие утверждает, что не было? В ответ что-то невразумительное, мол, иностранная авиакомпания так просто не ответит. Адвокатам же ответ из Белавиа пришел за 15 минут. Обратные билеты были куплены одновременно с билетами туда, за три дня до задержания. Следствие все равно пытается всех убедить, что Меркушкин до сих пор собирается бежать. Куда? Как? Ну такая вот тактика перед очередным судебным заседанием по мере пресечения. Изобретать новые нелепые обвинения и подтягивать старые поводы, чтобы оставить Алексея Меркушкина в СИЗО. Все это, конечно, не проходит проверку на истинность. Голословные оговоры – главные и единственные аргументы обвинения в этой истории. На основе показаний, которые другие фигуранты дали в рамках досудебных соглашений со следствием, проводили проверки. Ни одно из этих обвинений не подтвердилось. Меркушкин не имеет никакого отношения к сделкам компании «Непис Рус». Санаторию «Надежда» в квартире супруги бывшего руководителя Мордовского отделения Нацбанка Александра Тренькина, проданным им акциям «Ламзури» фирмы «Аквасар». Эти проверки в свое время были поводами для продления содержания Алексея под стражей. Сейчас их результаты, по сути, доказательства лжесвидетельствования. А лжесвидетельствование – это преступление. Но обвинению это снова неинтересно. На оговорах выстроен и главный эпизод – история Мордов-экспоцентра. Напомню, следствие посчитало, что огромный комплекс со зданиями и землей был продан республике по завышенной цене. Этот посыл прямо и явно опровергает результаты нескольких независимых экспертиз, в том числе и той, что предоставил следком России. По этим оценкам, настоящая стоимость экспоцентра в 4-5 раз выше, чем пытается доказать следствие. Казалось бы, документы должны быть сильнее слов, сказанных Гришинами и другими фигурантами в рамках так называемых досудебных соглашений. Но следствие словно ослепло. Алексей Меркушкин к сделке с Мордов-экспоцентром следствие тоже привязывает лишь при помощи голословных оговоров. Хотя в деле есть телефонные переговоры о реальных фигурантах. И в них прекрасно слышно, во-первых, кто на самом деле организовал и исполнил сделку по экспоцентру. Во-вторых, что Алексей Меркушкин в этих беседах не фигурирует ни как участник, ни как вообще имеющий к ним какое-либо отношение. Более того, организаторы сделки скрывали от Алексея Меркушкина свои планы. И это уже в-третьих. Возможно, поэтому расшифровки задушевных бесед про деньги и власть обвинения скрывало. А их включение в дело защиты добилось только после обращения в Генеральную прокуратуру России. Как добывают нужные показания? Вспомним историю бывшего первиц-премьера мордовского правительства Владимира Мазова. Его первые показания по делу мордов экспоцентра не просто доказывали непричастность Алексея Меркушкина. Мазов поименно назвал всех, кто на самом деле имел хоть какое-то отношение к этой сделке. Имени Алексея Меркушкина в этих показаниях не было, конечно, потому что Алексей даже не знал об этой истории. Однако это не вписывалось в сценарий, над воплощением которого работали оперативники МВД. Зимой 2021 года Мазова задерживают, помещают в СИЗО через несколько дней после серьезной полостной операции с трубкой в животе. Выбирая между жизнью и смертью, Мазов тогда подписывает бумаги с новыми показаниями, в которых уже Алексей Меркушкин представлен как вселенское зло и организатор преступных схем. Проходит время, состояние здоровья Владимира Мазова становится лучше, и он возвращается к первоначальным истинным показаниям. Почему? Потому что он понимает, оговор невиновного – это несмываемый позор на всю жизнь и пятно, которое легло бы не только на самого Мазова, но и на всю его семью. Понятно, что такой славы нормальный человек не захочет. На Мазова после этого мужественного поступка снова давят намного сильнее. Против него изобретают уголовные дела по надуманным предлогам. Ну а чего не сделаешь, чтобы Мазов снова вернулся к нужным следствию ложным показаниям. Однако Владимир Мазов как порядочный человек остается на стороне правды. В нынешних условиях это требует, повторюсь, большого мужества. Что мы имеем в сухом остатке? 17 месяцев за решеткой остается невиновный человек. Этого обвинения признать не может. Поэтому и предпринимает отчаянные попытки зацепиться хотя бы за что-нибудь, лишь бы не выпускать Алексея Меркушкина. Замкнутый круг, единственный выход из которого признать, что обвинение ложное, а Меркушкин ко всему этому не причастен. Это дело уже нанесло ощутимые репутационные потери тем людям в погонах, кто преследует Алексея Меркушкина. И каждый новый его день за решеткой делает только хуже. Тему с несправедливым содержанием людей в СИЗО уже довольно долго обсуждают и на федеральном уровне. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, главный редактор международного канала Арти Маргарита Симонян, сенатор Совета Федерации. Вот только пара из множества высказываний. Человека нельзя держать в клетке в зале суда, тем более, что на данный момент вина его не доказана. Обвинение не связано с терроризмом или актами насилия. Совет Федерации последовательно отстаивает эту позицию. Валентина Ивановна Матвиенко неоднократно высказывала свою точку зрения по данному вопросу. Уважаемые коллеги депутаты Государственной Думы, законопроект давно внесен и находится на рассмотрении. Поддержите сенаторов, запретите эту порочную практику. Человека вообще нельзя держать в клетке, пока его вина не доказана. Не только в зале суда, но и в СИЗО. Кроме случаев очевидной и неминуемой физической опасности для других людей. Об этом деле сегодня говорят много, пока не все публично. Кто стоит за преследованием Меркушкина и кто организовал травлю? Приведу несколько комментариев, которые оставили пользователи под репортажем наших новостей в нашей официальной группе ВКонтакте. Дороги. На первом месте по качеству. Села газифицировали, дороги делали. Сельское хозяйство поднял Меркушкин и только он. На сегодняшний день АПК, КФХ и прочие предприятия функционируют неплохо. В нулевые по Саранску импортные автобусы ходили, а недобитые лязы. Я тоже никого не защищаю, говорю как есть. Пришлось жить в эпоху Меркушкиных. Хорошие были времена. Город и республика преобразились. Мне есть с чем сравнить. Ничего, шакалам таким все вернется. И следокам, и лжесвидетелям, и оговорщикам. Всем рано или поздно бумерангам вернется все. Но они не поймут за что. Объявлена масштабная травля семьи Меркушкиных. Для конкретной газеты дана команда ФАС и на интернет-площадках появились зловомные пасквили. Заметки, заметьте, опубликованные не настоящими журналистами, а журналистами-мизантропами, писателями-фантастами, которые изощренно описывают свои фантазии. Да-да, фантазии. Компетентные журналисты излагают факты. Факты уголовного дела, предъявленного следствием для вынесения судом своего решения. И поневоле мы задаем себе вопрос, а как же презумпция невиновности? Мы живем в цивилизованном обществе. Это нам не 37-й год. Почему мы себе позволяем голословно обвинить человека, если не было вынесено в отношении него судебного обвинительного решения? Это лишь малая часть публичных комментариев простых жителей Мордовии, что они думают об истории Алексея Меркушкина. Таких абсолютное большинство. Некоторые версии, кому и почему это выгодно, я пока не могу назвать в эфире. Понятно, что давление на Алексея Меркушкина – это фактически давление на его отца, Николая Ивановича Меркушкина. Возможно, месть. А месть за что? В свое время Николай Иванович победил организованную преступность в Мордовии. А в последнее время об участниках и лидерах, в том числе несостоявшихся, тех ОПГ, слышно все чаще и чаще. Могли ли их интересы совпать с интересами высокопоставленных изначальных заказчиков дела Алексея? Выводы, конечно, за вами, но я считаю, что вполне могли. Результат мы сейчас и наблюдаем в виде судебно-правоохранительного фарса и шельмования на отдельных ресурсах. Не надо забывать, что речь здесь идет не о подозреваемом, а в первую очередь о человеке, который теряет за решеткой здоровье. Серьезно, он только в СИЗО может полноценно ознакомиться с материалами дела, как нас пытаются убедить следователей. Не смешите людей, но хватит уже нести чушь. Чего ждут обвинители? Что он сам себя оговорит, как это сделали слабые духом? Очевидно, что силу воли и силу духа Алексея Меркушкина доказывать уже не надо. Полтора года несправедливого ареста его не сломали. А я уверен, что торжество справедливости неизбежно, а самые темные часы перед рассветом. Продолжение следует. К хорошим новостям. Александр Атласов награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Эту награду Атласов получил за заслуги области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ президента опубликован 21 сентября. Рамадановый сахар Александр Атласов возглавляет уже 17 лет. За это время на предприятии прошла серьезная модернизация. Производительность выросла в 5 раз, до 7,5 тысяч тонн сахара в сутки. Цель на ближайшую перспективу 10 тысяч тонн. Павел Степаненко последние годы внимательно следил за тем, как живет и развивается сахарный завод. С заводу Рамаданова сахар идет седьмой десяток. Он знавал разные времена. Был период надежды становления, был период безнадежности и балансирования на грани жизни и смерти. Но сегодня речь о новейшей истории предприятия, которая начинается с 2005 года. Федор Акадыч начал, Александр Иванович подхватил, и вот мы выходим на такие высоты. Запустил реанимацию производства Федор Катаев. Реализовывать ее выпало вместе со сплоченным коллективом Александру Атласову. Сейчас на заводе, говорят, от старого предприятия осталась, по сути, только площадка. Даже стены почти все перестроили. Результат в продукции, ее количестве и качестве. Реконструкция шла по этапам, начиная с 2005 года, но интенсивность развития завода прошла с 2010 года. И за этот период времени полностью модернизировано, реконструировано. Весь насосный парк, дивизионные аппараты, но все оборудование приведено на производительность 8,5 тысяч тонн циклов в сутки. Начиная где-то с 2014 года, мы вышли на выпуск продукции категории сахара, категории экстра. Изменился и труд заводчан. На большинстве позиций он превратился из тяжелого физического в квалифицированный и ответственный. Когда пришла, все было ручное, ручной труд, можно так сказать. А вот с приходом Александра Ивановича и Константин Анатольевич, начальник производства, все модернизировали, везде автоматика, намного упростили наш труд. Ну и естественно и показатели наши выросли. Растут показатели, растут зарплаты. Это непреложный принцип социально ответственного предприятия. Зарплаты на Ромаданово-Сахаре одни из самых высоких в районе. Вместе с постоянным развитием и модернизацией, это дает стабильный прирост численности коллектива. В связи с реконструкцией и увеличением проектной мощности завода, количество рабочих мест с каждым годом увеличивается. На данный момент сезон переработки сахарной свеклы работает свыше 800 человек. Создать для них достойные условия труда – принципиальная позиция завода. К услугам сотрудников – социальный пакет, собственная медицинская служба, содействие в приобретении жилья и многое другое. А уж об обновленной столовой Ромаданово-Сахара знают не только по всей Мордовии, но и далеко за ее пределами. Что было раньше – это было раньше. Было раньше. Но сейчас у нас условия очень хорошие. И все для этого есть у нас. Параллельно с основными мощностями развиваются и вспомогательные производства. Цех, выпускающий гранулированный сухой жом, имеет серьезный экспортный потенциал. Собственная ТЭЦ, обеспечивающая потребности предприятия в паре и электричестве, а также поставляющая излишки энергии в сеть, постоянно повышает энергоэффективность и надежность. За последние пять лет мы модернизировали, выполнили глубокую модернизацию электрического оборудования станции. Автоматизированы основные технологические процессы по выработке пара. созданы системы контроля за процессами технологическими и автоматизированный сбор данных с архивацией. Это позволяет нашему коллективу более слаженно и четко выполнять поставленные задачи. Среди проектов на ближайшую перспективу – ввод в строй склада бестарного хранения сахара и запуск линии, которая будет фасовать продукцию в потребительскую упаковку. А значит, выход с собственным брендом в торговые сети. Это будущее, а в настоящем признание коллег на всероссийском уровне. Союз сахаропроизводителей России делает конкурс по присуждению мест. И у нас Приволжский федеральный округ, в нем 14 сахарных заводов, и ежегодно нас награждают дипломами как лучший сахарный завод Приволжского федерального округа. И даже среди 74 заводов по России мы входим в десятку по производительности. В республике достижения рамаданного сахара тоже не остаются без внимания. Это кадры с празднования Дня работников сельского хозяйства 2021 года. Завод в который раз становится победителем трудового соперничества среди пищевых и перерабатывающих предприятий. Это большой кредит, мы стараемся им подвести, и я думаю, что республика и наша страна всегда будет сахаром, а сахар это определенный, принесет сладкая жизнь, и поэтому жизнь будет всегда слаще. Павел Степаненко, Игорь Гангаев. Программа в центре внимания. Впервые в Мордовии устроили межрегиональный театральный фестиваль «Худсовет». Затея новая, программа наполненная экспериментами. Например, оказалось, что можно сделать по-настоящему народный спектакль, в котором и актеры, и сценаристы, и даже режиссер – люди далеких от театра профессий. Фестиваль должен профессионально подтянуть и тех, кто служит в местных театрах. А вот получилось ли? У Арины Мелешкиной получилось. Смотрим репортаж. Особое место в театре занимает гримерная. Здесь хранится множество историй и эмоций, волнения, слезы радости или печали, веселье и адреналин перед выступлением. Здесь актеры еще остаются с собой. Всем привет! Ромео Джульетто в стенах Национального театра давно не премьером. Спектакль уже несколько лет. Из двух заявок от Мордовии на фестиваль выбрали именно его. Возможно, потому что из Средневековья герои переместились в эпоху гангстеров. У меня были трудности сейчас. Вспоминаю спектакль уже три года. И режиссер Таря был от меня больше. А я такой сам себе спокойный. Он хороший совет мне тогда дал. Я сейчас уже не помню, правда, пользовался я или нет конкретно. Так как он советовал, он говорит, я делал так. Вот проезжает поезд на вокзале, проезжающий поезд, и я кричу на него со всей силы, ругаюсь. Вот я что-то подобное делал, только не на поезд, а где-то там в лесу, не знаю, был. И вот как-то там выпускал пар. Шекспировская классика в иной интерпретации предстала пред глазами зрителей и членов жюри. Загримированные лица, черные костюмы и лишь один опознавательный знак, который отличает Монтекки от Капулейти. Желтые детали одежды у первых и розовые у вторых. Все персонажи пылкие, громкие и эмоциональные. Я ее и отлучила. Натерла я соски полылью и села у голубятки на солнечный припек. Вы запилите, мылищу мантуя. Догадаться, что эта боевая девушка является Джульеттой достаточно сложно. Но в постановке «Юная леди» свободолюбива и своенравна. В свои 13 лет она явно не думает о замужестве. Однако все меняется на балу, когда она встречается с Ромео. И все же финал у этой истории один. А вот для фестиваля «Худсовет» трагичная история любви стала лишь началом, но неофициальным. Вечером того же дня в музыкальном театре был полный аншлаг. Здесь собрались и студенты, и просто любители, и весь театральный бомонд. Все они пришли насладиться искусством, но кому-то все равно пришлось работать. Например, этой «Юной леди». Папа, а можно я попробую сделать это большинство? Конечно. Руй, действуй. Это твое время. Восьмилетняя Арина стала звездочкой фестиваля, ведь он молодежный. Кому как не подрастающему поколению становиться новаторами в искусстве. Как по волшебству от одного прикосновения бездвижные артисты оживали. Вместе с тем начался и сам фестиваль. Первый межрегиональный молодежный театральный фестиваль объявить открытым. Московские гости не оставили мордовскую публику без сюрпризов. Со спектаклем «Опасные связи» они гастролируют уже не первый год. В 2020-м они выиграли в номинации «Лучший спектакль премии звезда театрала». И на то есть причины. Мало того, что это очень сложная литературная работа, так еще и для зрителей заготовлены отдельные сюрпризы. Есть фехтование. Фехтование всегда является изуминкой. У нас специально занимались с мастером Виктором Мазуренко наши актеры. Причем они занимались и спортивным фехтованием, и учебным фехтованием, и опасным фехтованием без защиты. На фестивале «Труппы школ драматического искусства» получила спецприз за оформление спектакля. Кстати, Игорь Яцко принял участие в фудсовете не только как режиссер. В его лаборатории «Актерские техники» в современном драматическом театре участие приняли многие. Я очень рад, что Игорь Владимирович приехал к нам в город. Это большой мастер, великий режиссер, и его мастер-класс безумно ценен, потому что это работа с энергиями, это попытка познать себя, работа с текстом, разбор текста. Это просто работа и получение мастерства за это. Ты хоть и маленький период, но получаешь огромный поток информации. И все же для журналистов важную роль играет техника речи, поэтому наш выбор пал на эту лабораторию. Нет, в секту мы не попали. Просто речь в первую очередь зависит от правильно поставленного дыхания, а уже потом интонация, дикция и все остальное. То есть это все надо тренировать на одном выдохе и пытаться распределить свои возможности физически, чтобы хватило. Если лаборатории проходили в течение пяти дней, то творческая резиденция длилась целый месяц. В ней участвовали 70 жителей Саранска. Кто-то писал сценарий, кто-то играл на сцене, ну а некоторые пробовали себя в роли режиссера. Итоги подвели в Национальном театре. Получилось две выпускные работы. Первая – спектакль «Ступени», режиссерами которого стали Светлана Дорогайкина и Анна Ксения Вишневская. Для директора Национального театра это дебют. Ксения Вишневская тоже нечаянно прочитала эту пьесу. Она вообще очень вдохновилась этой пьесой. И когда Валентина Ивановна Мишанин сказала, что я просила у нее посмотреть, как бы поставить, может, в театре этот спектакль, мы с ней это все обсудили. Да, говорит, очень интересно, потому что было видение, что это все происходит на наших ступенях, а вот именно та часть, где под люстрой. Постановка – это о саранской эпохе 90-х. И получилась она нестандартная. И спектакль проходил в фойе театра. Вторая выпускная работа – новеллы о саранских жителях, которые они сами и написали. И тоже новый формат – 11 мини-постановок в одной большой. Здесь и душераздирающие монологи о малой родине, и исполнение песен языком жестов, и даже стендап. В смысле? А что в смысле? Я разве где-то сказал, что не люблю свой родной город? В общем, то ли бакханалия творилась на сцене, то ли особая магия. В любом случае, опытные артисты выступали с людьми других профессий. Но такой тандем пришелся по душе каждому. Наши новелли, наш режиссер, она не режиссер и не актриса, но работать было безумно интересно. Со мной в паре девочка замечательная, Соня, она играет мою дочку, она фотограф. Но чудесная девочка, и все это так тепло сложилось. Если в древние времена театр считался чем-то возвышенным и недосягаемым, то сейчас он настолько близок, что зрители и сами могут попробовать себя в роли актера или режиссера. Ступени планируют взять в репертуар национального театра, а вот что будет с новеллами, пока неизвестно. Мальчик, который родился бы у нас с тобой, что... По этим кадрам и не скажешь, что на сцене разыгрывается трагедия, датируемая пятым веком до нашей эры. Антигона, дочь Эдипа из древнегреческой мифологии, которая ослушалась царя, чтобы захоронить своего брата. Она рискнула всем, своей любовью, честью, даже жизнью. Ведь все это ничто по сравнению с выполненным долгом. Роль отважной девушки сыграла Дарья Мельникова. Труппа театра Ермоловой завершила фестиваль. Первый межрегиональный театральный фестиваль «Худсовет» вместе, скажем, да, друзья, объявляется закрытым! Возможно, «Худсовет» станет традицией, если снова удастся выиграть грант. Так говорят в Союзе театральных деятелей Мордовии. И это было бы хорошо, ведь такие живые яркие эмоции сейчас встречаются редко. Я просто в шоке. Скажу честно, 35 лет в театре. Это первая награда. Просто потрясающий фестиваль. Молодежный, очень интересный, очень насыщенный программ. Три, два спектакля в день – это очень просто великолепно. Для каждого участника «Худсовет» отзовется по-своему. Для кого-то эти пять дней были очень тяжелыми, для кого-то – вдохновляющими, а для кого-то – это маленькая жизнь, проживать которую удавалось по-разному. Все эти слова относятся и к самому театру в целом. Театр – это любовь. Это моя семья. Это про людей, про искусство, про эмпатию. Это содержание и душа. Отличная альтернатива кино. Все самое хорошее. Это служба, это жизнь. Для меня театр – это жизнь. Я этим живу. И все-таки театр – это действительно жизнь. Да, проживают ее на сцене, но зрители актерам сопереживают. Будем надеяться, что в Саранске на одну такую жизнь стало больше. И «Худсовет», в отличие от этого репортажа, не закончится. Арина Мелешкина, Андрей Просверкин, Александр Жизяев. Программа «В центре внимания». Мы живем в мире стремительно устаревающих новостей. Выделить главное вам помогут 10 канал и Мордовия 24. Увидимся, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова